Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иет» – «Лёд идёт». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» – «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Бразоль-Брушковский. Глава четырнадцатая. Не хочу домой. Е-ей, по чердаку кто-то ходит. Ещё совсем темно. Часы прозвенели. Но Юрис лежит с открытыми глазами, прислушивается. Да, опять. Что-то падает. Тихие шаги, шуршит кокосовая прокладка. Юрис быстро натягивает брюки и выходит в переднюю. Двери чердака полуоткрыты. Кто там? Молчание. Через щель в серое пасмурное утро глядит тьма. Юрис уходит за фонариком. Вернувшись, замечает, что наверху блеснул свет. Пришелец, видно, пытался удрать, пока он ходил на кухню. — Спускайся! — кричит Юрис. Ни ответа, ни звука. Придётся самому лезть на чердак. Луч карманного фонарика ощупывает изношенную, давно отслужившую свой век рухлядь, которую найдёшь на каждом чердаке. Стол на трёх ногах, столетней давности прялка, негодные шины, деревенский ларит для муки. И у скардов зимой в нём лежит летняя обувь, а летом — зимняя. Стоп! Там что-то шевелится. Что-то серое. Живое. — Это ты? — он не смотрит скарду в глаза. — Может быть, оттого, что свет фонарика слишком яркий, ослепляет? — Ты ведь дрожишь, братец. А здесь и впрямь не жарко. Иммонд прижимает к груди бумажный свёрток. Заметив взгляд Юриса, он испуганно оправдывается. — Я здесь ничего не брал. Это я принёс с собой. Юрис видит бледное личико, обращённое к нему. В полутьме глаза не синие, как чернила, а почти чёрное. Иммонд сдерживается, чтобы не стучали зубы. Маленькие холодные руки доверяют Юрису свои сокровища. — Азбуку и пробирку мне дал Мик. — Почему ты мне не сказал вчера, что у тебя какая-то неприятность? — Не хочу домой! — выпалил Иммонд. — Не пойду! Силой поведёшь! Убегу! Юрис не узнаёт Иммонта. — Сойдём хоть вниз! — говорит он, освещая лестницу. Не оглядывается. И так слышит, что Иммонд послушно идёт следом. Слезает по лестнице на некоторой дистанции. На кухне топится плита. У тёти Лины, человека пожилого, сон чуткий. Первый петух из соседского курятника каждый день прогоняет его своим пением. Юрис придвигает табуретку вплотную к открытой дверце плиты, усаживает мальчика. — Лина, нет ли горячего чаю? — Как же у тёти Лины, да не будет горячего чаю? Через минуту кружка, как огнём, сжёт пальцы Иммонта. Он пьёт, меняя руки. Дует на чай, дует на ладони. Сидит он в пальто, только шапка засунута в карман. Ботинки грязные ещё со вчерашнего дня. Иммонд пьёт долго. Кончится чаепитие. Придётся говорить. Никуда не денешься. Как медленно не пей, хоть по самому маленькому глотку, а кружка всё же кончается. Тётя Лина наливает ещё. И опять Иммонд как можно медленнее размешивает, дует. Его никто не торопит. Юрис уходит одеваться. Возвращается. Иммонту так хорошо у плиты. Тепло. Дрова потрескивают, будто какой-то человечек ударяет звонким топором то по одному, то по другому полену. Чайник поёт, как комар. Мама знает, где ты. Так вот он, первый вопрос. Иммонд неохотно поднимает голову. Глаза сонные, слепаются. Видно, прошлой ночью спал он там, наверху, дырявым, неспокойным сном. В ответ Иммонд только пожимает плечами, будто у него по спине пробежали мурашки. Потом вытаскивает из кармана шапку, разглаживает, надевает на голову, встаёт. «Я пойду». «Куда?» Иммонд глядит из-под лоби и коротко, упрямо заявляет. «Я сбежал от мамы». «И что же ты решил делать?» Иммонд ожидал удивления. Укоров, ахов и охов. А Юрис говорит спокойно, как со взрослым человеком. И вовсе не сердито, а, пожалуй, огорчённо. «Не знаю», — откровенно отвечает Иммонд. «Буду работать. Я буду убирать на улице снег». Он ждёт ответа, потом вздыхает. «Только сейчас весь растаял. А кто чистит улицы, тем много платят». «Значит, ты сбежал, чтобы идти на заработки». «Зачем же тебе нужны деньги?» «Чтобы отдать Зелме», — сердито бурчит Иммонд и добавляет. «Пускай забирает и уматывает». Иммонта разбередили. Теперь он говорит без вопросов. Запальчиво. Всё сильнее, краснее. Уши у него пылают, как угли. «Зелма, как давай перчаткой!» «Ничего не видно?» Озабоченно спрашивает он. «Тебя ударило?» «Вот сюда!» — он показывает за свою щёку. «И знаешь за что? За кино!» «Я бы стёр, если бы попросили. Так нет, орёт, сотри, бьёт перчаткой. Отдам деньги и не пущу больше к нам!» «Кого не пустишь?» «Зелму, кого же ещё?» «Когда идём в молельню, только и знает. Иммонд, миленький. Печеницы, конфетку и всё. А вчера...» «Ты ходишь в молельню?» Иммонд спохватывается, что проболтался. «Мама ведь наказывала, никому не говори!» «Эх, чего уж тут!» «И так всё пошло прахом, и деваться некуда. Домой он не вернётся, это ясно. А куда подашься, если Юрис тоже рассердится?» «Позволил бы ночевать на чердаке, хоть там и холодно, и мышь скребётся под самым носом!» «Я бы не ходил, — оправдывается он, — да велят. Если не пойду, — злятся, а если иду, — конфеты дают. А для чего ему нужны конфеты, купленные такой ценой, — это Юрис узнать ни к чему. «Послушай, Юрис!» «Что?» «Скажи, что это такое?» «Блаженна твоя обитель, Господь Саво... Савоов!» Юрис пожимает плечами. «Не знаешь?» — разочарованно протягивает Иммант. «Никто не знает. А на стенах пишут». Он сидит, задумавшись, даже ноги под стулом, как на диву, успокоились. Потом вдруг говорит с тоской. «Где ты сейчас, Бобик?» «Вчера ведь он был с тобой?» «Газанул!» Юрис невольно улыбается, до чего забавно его любимое словечко звучит в устах Имманта. «Бобик не полез на чердак. Дверь еще была открыта, и он удрал». Юрис подходит, снимает с Имманта шапку. «Иди в комнату. Приляг. Прикорни на часок». Как луч солнца падает на лицо Юриса светлый взгляд. «Ты меня не прогонишь?» Юрис, отвернувшись, долго возится у вешалки возле дверей. «Наверное, не может снять пиджак. Зацепился, что ли?» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова